Вот и добежали мы до объездной Кушнаренкова, раньше дорога уходила прямо, она и сейчас есть, вы посмотрите какая она узенькая, батюшки, какие-то у меня здесь мелодии заиграли, вот как выезжаю сюда на Кушнаренковскую объездную, и так магнитола включается автоматически. Точнее, наверное, будет правильный приемник включается. Так, до Казани у нас 466 километров, до обеда, конечно, не успеем, но, по крайней мере, будем уже близко, должны быть. Да, и эта объездная возле Кушнаренкова начинается с 12.80, а с 12.90, да, получается, если оттуда считать, со стороны. Со стороны Уфы проходим мы 1283 километр, и справа до более знакомая у нас стоянка Добрый день. О, сегодня ее немножко разукрасили наверху, написали, поставили светящиеся буквы кафе, с гирляндочками, правда, было далековато, не видно. Может быть, до Нового года еще заглянем сюда, посмотрим. Да, был я там в кафе, но кафе просторное, но видео там еще не делал. Пока все только в планах. Так, до набережных Челнов нам 213 километров, пишет навигатор. И давайте спросим у Алисы, какая сегодня там погода. Добрый день, Алиса. Алиса, тебя не слышно. Соседи говорят, что и так все хорошо слышат. Подскажи, Алиса, какая погода сегодня в набережных Челнах? Что-то с интернетом, да? Нажмем кнопочку. Алиса, подскажи погоду сегодня в набережных Челнах. Сейчас в набережных Челнах минус 4, весь день пасморно. Сегодня осадков не обещали. Дню до минус 4, а вечером минус 9. Отлично. А подскажи погоду сегодня в Казани. Сейчас в Казани минус 5, весь день пасморно. Снег начнется через 4 часа и продлится около часа. Дню до минус 9, а вечером минус 13. Спасибо, Алиса. И подскажи погодку сегодня в Нижнем Новгороде. Сейчас в Нижнем Новгороде минус 17, пасморно. Сегодня осадков не обещали. Дню до минус 14, пасморно. А вечером минус 16, облачно, с прояснениями. Спасибо, Алиса. Очень приятно было с тобой побеседовать. Стараюсь. До свидания. Только не шките мосты и возвращайтесь скорее. Как скажете. Ну вот и побеседовали с приятной женщиной Алисой. Все она нам рассказала, что в Казани нас ждет снег. Но может быть к тому моменту, когда мы до Казани доедем, снег уже прекратится. Прошли мы 1269 километр. Вышли мы на двухсторонку. Догнали пожарную машину. Но видя по номерам, то что их нет, значит это просто перекончить. В прошлый раз мы проезжали здесь через мост, через речку Чермосан. Здесь у нас реверсивное движение было. Но я вижу, швы заделали. И реверс сняли. Хотя дорожники опять подъехали. Но по крайней мере светофора нет. Значит теперь здесь и нет реверсивного движения. Проходим мы 1247 километр. И смотрите сколько здесь навезли песка для подушки. Это явно вот со дна реки какой-то песок. Потому что я помню Уфимскую объездную именно из карьера такого и возили. Такой серо-коричневый. Да, и вроде бы дорогу-то делают. Но что-то техники-то много не видно. Так, тут участок, там участок. Здесь вот должен быть, наверное, мост. Но пока только приготавливают подушку. И дальше у нас... И дальше у нас уже аппендицит. Сделали карман для объезда. О, подвезли уже даже балки для перекрытия к будущему мосту. И сейчас мы с вами посмотрим, как продвигается строительство. А, да, уже балки укладывают, смотрите. Балки укладывают и... Но пока это еще только на стадии одного пролета. Но ничего, уже хорошо. Здесь мы снова съезжаем на старую дорогу. Новую тоже заасфальтировали. Она, как видите, выше. Выше старой, которой мы едем. Впереди тоже вижу горы песка. Так что для подушки тут материала много. Как говорится, сыпь да сыпь. Да, тут целый... Эльбрус. Навезли. Представляете, бульдозера заезжают на такую высоту. Оттуда смотреть-то страшно. Они на таком тракторе. Да, и, кстати, вот этот путепровод, который впереди, по-моему, уже доделали. По крайней мере, мост сделали. А вот подъездные пути, они еще только в плане... Да, в плане строительства. Да, в плане строительства. Да, вот он. Даже перилы поставили уже. И слева у нас... Уже сделали подушку. И, наверное, асфальт уже будет. Наверное, ближе к лету. Хотя сейчас и зимой кладут. Еду, догнал кран. Думаю, что за звук такой. Не знаю, вам слышно. Нет ли только... Пши-пши-пши-пши-пши. Думаю, колесо, что ли, где. А это у него, скорее всего, воздух прихватило. Идет сброс. На компрессоре стоит бестон. Но, правда, температура-то минус три с половиной. Хотя для воздуха уже небольшой мороз. Где-то конденсат был в трубке. Вот и пожалуйста. Но, по крайней мере, едет, не останавливается. Так, у нас впереди окошко. Будем обходить. Да, это явно у него воздух срабатывает. Проходим развязку на Октябрьский. Здесь тоже построили мост. Стоит камера. Друзья, аккуратнее здесь на полтиннике. Ограничения. Прошли мы до поворота на Казань. Прямо у нас дорога на Дюртюли. 10 километров, по-моему, что ли здесь. Но здесь очень длинный светофор. Транспорта столько нет, сколько горит светофор. И висит камера на столбе. Все фиксирует. Там желтые кабины, Урал Новый. Так, ну вот, отсюда уже доказание 394. Да, дорожка тут со стоянки натаскали сыроватая. Надеюсь, дальше пойдет по суше. И впереди у нас Трал, который везет экскаватор. 75 километров в час. Ну что ж. Будем по возможности обходить. Да, пока такая возможность есть. Надо ей воспользоваться. Тем более КамАЗ. Он не спешит. Везет он легкий экскаватор. Экскаватор. День идет. Контора пишет. Это бежали мы до поселка Осянова. Вот он здесь весь, как на ладошке. С горки его видно. Да, висит камера на входе. Даже их две. Речка Куваш. Которая, конечно, уже подзамерзла. Да, вот эти вот стыки, это больная тема всегда для наших мостов. Вот они друг за дружкой висят. Одна стережет другую. А здесь у нас была раньше заправка. Остались только рожки, доножки, столбики. Даже колонок не осталось. А здесь колодец. И такие вот старенькие дома. Не знаю, когда они строились. Но строились так интересно. Строим по диагонали немножко друг к другу. И водонаборная башня. Которая, я так думаю, что работает. Потому что... Населенный пункт надо поить. Так, у нас здесь гусиное хозяйство-то. Да. Сейчас мы увидим с вами гусей. Должны их сейчас уже на улицу выпустить. Да, вот они. Есть такое дело. Белые. А серые здесь пасутся отдельно. По-моему, там дальше площадка, да. Это уже другой... Другая порода гусей. Да, их тут немало. Целые хозяйства, целые птицы, фабрика. Следующий башкирский поселок у нас Лаяшты. Или, наверное, все-таки правильно Лаяшты. Не знаю, как правильно по-башкирски будет, но ребята местные мне подскажут. Все чистенько прибрано. Заборчик к заборчику. Такие интересные палисадники сделаны перед домом. Да, и такие маленькие дома больше похожи чем... Больше похожи на бани. Ну, наверное, кто-то раньше и такие строил. Здесь у нас здание, похожее на школу. Возможно. Магазин Башкортостан. Да, у кого-то свое хозяйство. Вот лошадь, видно. Телеги стоят. У кого-то трактора. Да, вот слева тут богатые. Живут жители. Свои хозяйства имеют. Так, ну все. Лаяшты у нас закончились. Едем дальше. А дальше совсем недалеко у нас Ишкарова. Тоже стоят деревянные дома. Оф-то здесь вот каменные уже побогаче с гаражом. Ворота кованые. Ну, а так все в основном желтого цвета. Я что, давно заметил. Всем завезли одну краску. Желтый цвет, цвет богатства. Цвет золота. Да, здесь административное какое-то здание, наверное. Может быть, сельский совет или как тут они называются. Вон, кто-то баньку затопил. Дымком запахло, дровишками. Да. Вот она, ностальгия. Когда едешь по деревне, сразу вспоминаешь свою. Дома желтые, заборы зеленые. А вот тут и дом зеленый. Да, каменных мало. В основном деревянные все стоят. Но вот брошенок я не видел. Вроде бы все ухоженные. А тут у нас получается пожарная часть. И совхозные мастерские. Так. Ну что, до свидания, Шкарова. Мы едем дальше. Подъезжаем к верхнему Яркееву. Догнали мы Деда Мороза, который елку везет. Да, и, наверное, придется нам так за ним теперь и ехать. Потому что прерывистая закончилась. Пошла сплошная. Да. Вижу, что Жигуленок классика едет. И везет такую немаленькую елочку. Ну, я думаю, что не дома такую ставить. Такую только на улице. Или в какой-нибудь учебном заведении в большом зале. Так. Вот здесь у нас сейчас будет возможность его обойти. и мы, наверное, ей воспользуемся. Правда, гора из-под горы не особо видно. Ага. Там идет легковая. Вот она сейчас пройдет и свободно. И до знака мы должны успеть. Да. мы даже не до знака мы даже до конца сплошной успели. Вот у нас ипподром. Мы уже его смотрели. Летом проходят всякие соревнования. Особенно здесь празднуется праздник Пойрам-Байрам, по-моему. И вот она стояла Верхняя Аркеева, которую просится обновить, немножко покрасить, но это уже летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова